Первый рабочий день нового года социальный фонд России начинает еще под старой вывеской. Если раньше получатели государственных услуг социального обеспечения должны были одновременно обращаться и в пенсионный фонд, и в фонд социального страхования, то теперь новое учреждение будет работать в режиме одного окна. Это значительно упростит выплаты, а правила их назначения останутся прежними. Новому социальному фонду переданы и новые меры поддержки, в частности, единое пособие для детей и беременных женщин. Таким образом, размер пособия для семьи с детьми и низким доходом может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Но в оценке нуждаемости каждой ячейки общества учитываются не только доходы, а также и имущество. Такие же правила действуют и для нуждающихся беременных женщин, вставших на учет в женские консультации на ранних сроках. С 1 января вырос прожиточный минимум на 3,3%. Новый показатель на душу населения в Новосибирской области – 14 728 рублей. Названия изменились, а адреса нет. Все клиентские службы пенсионного фонда под новым названием остались на старых адресах. Сюда можно обратиться лично. Также заявление можно подать дистанционно через приложение «Госуслуги» и многофункциональные центры. Продолжение следует...